Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. Меня зовут Инесса. Сегодня я вам покажу две своих готовых работы от фирмы Mill Hill. Это мои первые работы от этой фирмы. Была трансляция на эту тему. Если вам интересны подробности, то можете посмотреть их в прямом эфире. Но на моем канале есть зрители, которые не очень любят формат прямых эфиров, любят смотреть короткие видео. Поэтому для вас я снимаю этот ролик. Сегодня еще покажу вам свой новый процесс, который я в ближайшее время планирую начать. Тоже от этой фирмы, от Mill Hill. А также расскажу, с какими трудностями я столкнулась во время вышивки этих наборов. Первое, что я хочу отметить, это цена наборов. Все-таки наборы не такие уж дешевые для россиян. Поэтому в моей коллекции нет большого количества запасов. Есть немножечко наборчиков, которые я планирую в ближайшее время вышить. Все эти наборы вышиваются на перфорированном картоне. Что такое перфорированный картон, я вам покажу в процессе этого видео, когда буду сделать обзор на следующий наборчик. Тот, который планирую начать вышивать. И поближе сейчас покажу оформление этих работ. Оформила я их, вот как видите, примерно одинаково. Ну, то есть одинаковый размер паспорту, одинаковый размер рамы. На самом деле я не выбираю оформление под интерьер. Все оформление у меня только, вот если оно подходит к данной картине, то я такое оформление делаю. Под интерьер никогда не подгоняю, потому что мы вот сейчас переехали, ремонт делаем уже по-другому. Какой смысл под интерьер подгонять оформленные работы? Но все-таки получились эти две работы, оформленные одинаково, потому что я их оформляла в один день. Если бы оформляла в разные дни, возможно, было бы по-другому. Здесь у меня в оформлении используется музейное стекло. В эфире мы уже обсуждали музейное стекло. Если вы трогаете его руками, то остаются такие бензиновые пятна. Нужно натирать. Ну, вот сейчас я уже натерла, поэтому не так видно. Но на вишневом фоне, на темном фоне все-таки нужно быть аккуратными, чтобы не оставлять пятнышки, и их будет сразу видно. Их видно сильнее, чем на обычном стекле. Но это опять же на темном фоне. Если вот там у меня светлый фон, то совершенно не видно. Чем хорошо оформление в музейное стекло? То, что оно не бликует. Ну, конечно, если направить сюда лампу, то бликовать будет. Но вот так, когда вы смотрите прямо на картину, то создается ощущение, что стекла здесь нет. Для бисерных работ или работы, где используются стразы, бусины, такое оформление самое подходящее. Потому что обычное стекло, оно немножечко скрадывает блеск бисера. Если вот такая рельефная работа, вот как мы с вами видим, здесь работа выполнена крестом, идет крестик и потом еще идет бисер. Бисер двух видов. Бисер 10 номер и ювелирный. Бисер здесь милхилл. Если вы вышиваете подбором, 10 номер можно заменить на бисер пресиоза. Ювелирный, к сожалению, не знаю, на что можно заменить. Я покупаю оригинальные наборы. Подбором не вышиваю, потому что у нас в Оренбурге не всегда можно найти все, что хочется. А заказывать через интернет каждую бисеринку, это, в общем-то, дорого. Поэтому для меня выгоднее купить полностью набор. В общем, эти наборы вышиваются на перфорированном картоне. Это такой картон, вот видите, с крупными дырочками. И, собственно, не очень нравится мне вышивать с этими дырочками, потому что мало того, что нельзя делать по обратной стороне протяжки, даже небольшие, они просвечиваются, вот здесь их видно. И точно так же отрезать нитку нужно прямо впритык. Даже если мизерный хвостик торчит, то его будет через картон видно. То есть вышивать нужно очень-очень аккуратно. А также этот картон нужно аккуратно держать в руках. Все-таки картон, это непрактично. Поэтому вот в этом наборе я заменила на равномерку, на линду 27-ю. И вот такая получилась прекрасная работа. На мой взгляд, ничем не хуже, чем предыдущая. Вот здесь по краям видно, вот такая вот линда у меня была молочного цвета. Можно было бы оформить впритык, но поскольку здесь, вот видите, такой рельефный край по схеме, то пришлось сделать отступы. Это так было задумано в схеме, что отступы должны быть. Если мы вот сюда оформим впритык, то вот здесь-то все равно будет видно. Вот поэтому, ну так вот было задумано. Очень нравится мне, как получилось в готовом виде. Но вышивать все-таки было сложновато. Вот сейчас я буду делать вам обзор набора, который планирую вышить. И вы поймете нюансы, которые нужно учитывать при вышивании наборов Милхил. У меня в основном публика русскоговорящая, поэтому я делаю акцент на том, какие сложности могут возникнуть у вас, для тех, кто в совершенстве не владеет английским языком. Вот, как видите, здесь все написано по-английски точно так же, как и схема. Поскольку я училась еще в советской школе, где знанию иностранных языков не уделяли столько внимания, сколько нужно, я только знаю отдельные слова, иногда простые предложения. Для меня было сложно. И переводить мне помогали девочки. У меня тоже был эфир. Кстати, эфир был очень смешной. Мои познания английского языка на таком смешном уровне, что очень веселый получился эфир. Два даже эфира были на канале. Можете посмотреть. Вам это доставит массу удовольствия. Ну, а также в чате девочки, кто уже вышивал такие наборы, давали советы. И благодаря этим советам я смогла вышить вот эти вот две картины. Как раз-то я разбирала нитки вот для этих двух картин. Ну, и сейчас мне нужно разобрать нитки для этого наборчика. Понятно, что термины используются здесь специфические. В школе такие мы вряд ли учили. Может и учили, но я не помню. Поэтому переводить придется заново. И сейчас вы посмотрите, каким образом здесь в схеме указаны нитки. Ну, схема вот такая меленькая. Мне сложно вышивать по мелкой схеме. Иногда в глазах рябит. Нужно ее сканировать, нужно увеличивать. Ну, в общем, здесь тоже проблемно. Я уже немножечко приспосабливаюсь вышивать по такой схеме, чтобы не сканировать, не печатать. Но это мне сложно. Но куда деваться? Такая красота требует жертв. Вот посмотрите, какой ключ. Вот видите, значки и английские слова. Некоторые я уже знаю. Ну, понятно, в школе мы учили. Green – это зеленый. Petit – это мелкий бисер. То есть Pet Petit – это очень мелкий ювелирный бисер. Тот, который покрупнее, здесь он просто обозначен, какой цвет. Мат – это матовый. Ну, это, в общем-то, понятно. Но вот некоторые обозначения, они не просто красные, желтые, оранжевые. Они могут, например, пурпурный. Потом, может быть, цвет, вот, ну, оранж-оранжевый. Это понятно. Black – черный. Но все-таки здесь указаны номера ниток DMC. У меня есть карта цветов ниток DMC, поэтому мне легко посмотреть номер и сопоставить цвет. Вот так идут в пучке нитки, которые нужно разобрать. Ну, вот здесь, в принципе, можно разобрать вот оранжевый, желтый и указано количество пасм. Если мы внимательно с вами посмотрим, то вот там, где у нас номер, вот, рядом идет количество пасм. То есть, три штуки, одна, четыре. Пасмы – это для новичков, говорю. То есть, нитки мулине, они вот так. Вот это пасма. В эту пасму входят шесть ниточек. Их нужно разделять. А вышивать нужно одной ниточкой. Ну, не середины, конечно же, вытаскивать. А вытаскивать нужно с краю, придерживая всю пасму. Вот так отделяем одну ниточку. Всю пасму держим. Всю пасму держим. И нитку вытаскиваем. Вот так. Вот так. А серединки нам не нужно вытаскивать, если только на органайзере у вас одеты. Ну, вот так можно с краешку. И вот мы смотрим. Например, у нас оранж, да, оранжевый. И мы считаем. Вот у нас раз, два, три пасма. Но хорошо, что, например, оранжевый у нас один цвет. Но если мы посмотрим вот на эту картину, здесь желтых и оранжевых было очень много цветов. И было там светло-оранжевый, бледно-оранжевый, ярко-оранжевый, лимонный. И разобраться было сложно. Только я ориентировалась по номерам, по карте цветов, по номерам. Если вот такой набор, где мало цветов или они контрастные, вот здесь разобраться легко. Желтый, оранжевый, черный, грин – это зеленый. Ну, в принципе, здесь будет легче. Вот в этом наборе мне будет легко. Тем более, что я основные понятия уже знаю. Вот здесь вот у нас идет первая колонка. Это нитки мулине. Вот здесь идет бисер. И указаны номера бисера Милхил. А вот здесь указаны нитки, каким цветом пришивать. Дело в том, что все ниточки в этих наборах, каждая бисеринка пришивается своей ниточкой. Желтая – желтой нитью. Синя – синей нитью. Розовый – розовый. И вот видите, получается очень красиво. Вот видите, вишневая – это вишневая ниточка. Хотя пурпурный. Там был написан цвет – пурпур. Ну, в общем, то, что мы пришиваем разной ниткой, то очень получается красивый эффект. Конечно, приходится заморачиваться, но куда деваться. И здесь указано, во сколько сложения нитей вышивать. Вот последняя колонка. В три нити, в две нити вышиваем. И весь бисер пришивается в две нити. Меня спрашивали, как я пришиваю петит – мелкий бисер крестом или полукрестом. Весь бисер я пришиваю полукрестом. Иногда, да, есть в описании, что бисер ювелирный пришивается крестиком. Но здесь перфорированный картон. Я не совсем представляю, как на перфорированном картоне можно так пришить. Ну, и какой смысл пришивать, если у нас все бисеринки лежат в одну сторону. И десятый номер, и петит. Ну, то есть, либо нужно на всей картине пришивать одинаково бисер крестом, либо весь бисер полукрестом. Но, если мы полкартины обычным бисером будем вышивать полукрестом, а мелкий петит крестом, то бисеринки будут смотреться в разные стороны. Это будет некрасиво. Но, в основном, во всех вышитых картинах, если есть бисер, то он пришивается одинаково. Хотя, конечно же, здесь есть вот пометки, сноски. Возможно, где-то здесь, если все перевести, и будет информация, что бисер по-разному пришивается. Но это просто мне зрительница написала, что как пришивается петит. Но я такого не встречала. В наших наборах нигде я такого не видела, чтобы бисер пришивался по-разному. Я думаю, что если мы десятый номер бисера пришиваем полукрестом, значит, и петит мы тоже будем пришивать полукрестом. Ну, так логично будет. Иначе бисеринки будут плясать, смотреться по-разному, и будет возникать ощущение, что они просто хаотично пришиты кое-как. А тем более тут даже в перемешку. Вот знаете, как интересно. Допустим, вот идет крупный бисер, потом рядом идет мелкий. Вот, например, голубой. Вот идет десятый, потом идет петит. Ну, они как-то в перемешку так пришиты, что это будет некрасиво смотреться, если пришивать по-разному. Все бисеринки в одну сторону, в общем, должны смотреть. И вот здесь мы видим звездочку. Что такое звездочка? В наборах либо два пакетика бисера, либо три пакетика бисера. Вот мы видим с вами два пакетика бисера. Звездочкой помечен один пакетик, и где нет звездочки, второй пакетик. Видите, бисер вот так. На первый взгляд может показаться, что сложно его разбирать, но на самом деле нет. Я беру две чашечки. Один пакетик в одну чашечку высыпаю, другой пакетик в другую. Вот здесь есть иголочки, мы видим. Две иглы используются для вышивки крестом и для пришивания бисера. И вот смотрим внимательно описание. Там, где звездочка, это второй пакетик, и без звездочки первый пакетик. Ну, или неважно. Тут один-два не помечено, вы сами помечаете. И вот уже дальше написано, какое зеленый, либо петит. Дальше вот нужно переводить. Петит black. Это петит, это мелкий. Ювелирный, черный ювелирный бисер. Вот мы сразу берем пакетик первый, без звездочки. Ищем здесь черный ювелирный бисер. Так, или, скорее всего, это вот этот будет у нас пакетик. Да, вот мы видим, что здесь черный ювелирный бисер. Значит, этот пакетик у нас будет обозначаться первым номером, например. Пишем на нем один. Ну, я обычно себе помечаю один или два, чтобы не запутаться. Вот, если здесь вот мы видим мелкий черный ювелирный бисер, то значит, вот в этом пакетике все идут бисеринки, где нет звездочки. Вот видите, вот они все будут в первом пакетике. А вот где звездочка, это все будет во втором пакетике. Ну, на первый взгляд может показаться сложно, на самом деле нет. Сложно вот перевести те слова, которые я не знаю. Вот, ну, опять же, можно в переводчик забить и там посмотреть. Ну, и также, допустим, бэкстич тоже указано. Но вот в этой работе я вижу бэкстича нет. Так, или есть? Нет. Нет у нас. Вот здесь номер один, это шармик пришивается. Что такое шармик? Это в наборах Милхилл, ну, мы так называем шармик, всегда есть вот такой пришивной элемент. В данном случае это тыковка. Вот тут, где подсолнухи, здесь вот такая стрекоза. Вот стрекозка. Стрекозку пришивала зелеными нитками, вот видите, по цвету. Можно пришить мононитью, тонкой леской. Ну, я пришила так, особо не видно. И вот здесь у нас такой цветочек. Такой цветочек. Это вот штрихи нарисованы. Это не нитки черные, это штрихи нарисованы. Ну, и вот в этом наборчике у нас будет тыковка. Тыковка. Что я хочу еще вам сказать по этому набору? Вот я на примере этого набора показываю вам, как я подготавливаю вышивку, как организовываю процесс. У меня есть вот такие органайзеры от волшебной страны, и от других фирм есть органайзеры деревянные. Они многоразового использования. Как видите, я здесь написала номера. Один, два, три, четыре. И вот я думаю, мне по теме очень даже подойдет вот такой органайзер, куда я буду навешивать ниточки. Я их по номерам. То есть вот здесь я пронумерую значки. Один, два, три, четыре. Вот сюда напишу. И сюда развешу нитки. Мне так удобно. Чтобы не запутаться, мне очень удобно развешивать нитки на органайзер. Как это? Так же, как это в наборах. В общем, буду использовать вот этот органайзер, поскольку он прекрасно подходит по теме. Да, кому-то покажется, что этот наборчик по теме Хэллоуин. Но я его воспринимаю как огородный. Да, часа от огород. У меня есть канал на Ютубе «Солнечный цветок». Там логотип у меня подсолнух. И поскольку мне этот набор напоминает огород, и просто такие веселые, шаловливые котята, на мой взгляд, это осенняя дача. Я не вижу здесь Хэллоуин. Очень люблю вышивать сад-огород. Ну, вы видите, да, по этим двум наборам вы уже заметили, как я люблю цветочки, дачу, сад-огород. На своем канале «Солнечный цветок» снимаю садово-огородные видео. Ну, и этот тоже наборчик из этой же серии, на мой взгляд. Вышивается на вот таком перфорированном картоне. Вот, видите, какие дырки. Вот, как вы видите, сейчас вот я кручу, рябит в глазах, да. Вот точно так же у меня этот картон рябит в глазах, поэтому нет желания на нем вышивать. Тем более, что его нужно очень аккуратно держать в руках, чтобы не помять краешки. Это сделать сложно. Девочки прибегают к разным ухищрениям, пришивают ткань, сюда натягивают, в пяльцы запяливают. Но я не буду так заморачиваться, тем более, что мне не нравится, что эти дырки сильно просвечивают. При оформлении нужно использовать подложку такого же цвета. Вот, например, здесь у меня подложка голубого цвета. Ну и в то же время, вот мы видим один маленький хвостик. Хотя я там в багетной мастерской стояла и все хвостики подрезала. Мы как раз с мастером смотрели, что нужно эти хвостики убрать. И я там их подрезала и все-таки один не заметила. А если мы вышиваем на конве, либо на равномерной ткани, вот как здесь, то все идеально. Никакую подложку под цвет подбирать не надо. Просто берут белый картон. А здесь нужно подбирать под цвет. И еще одна из причин, почему я хочу заменить. Вот, смотрите, давайте сейчас приложим, чтобы вам было хорошо видно. Так, вот так приложим. И приложим сюда бисер. Вот как он будет выглядеть на работе. Приложим нитки. То есть это все будет вышито. И приложим этот шармик. Вот, на мой взгляд, смотрится очень темно. Очень темно. Очень мрачный этот фон. Но поскольку для меня это будет осенняя веселая тачка, я хотела взять равномерку или конву вот такого вот молочного цвета. Но когда я пошла разбирать свои запасы, мне нужен маленький кусочек конвы или равномерки, такого цвета не нашла. Уже хотела заказывать, покупать. Вдруг я обнаружила, что у меня есть вот такой кусочек. Неожиданно сейчас будет, девочки. Неожиданно. Вот такого цвета. Это конва ручного окрашивания. Я когда-то покупала наборы у Наташи Гевки. Она выпускает наборы. Это блогер на YouTube у нее канал. Покупала у нее наборы. Три набора у нее брала. И она мне в подарок положила вот такой маленький кусочек конвы. Это конва ручного окрашивания. Вот если мы близко посмотрим, вот видите, вот такие разводы конва ручного окрашивания. Я не знала, куда мне примастить этот кусочек, куда приспособить. Он у меня долго лежал. И вдруг я его достаю, и меня осенило, что эта работа может подойти к моему огороду. К моей работе про сад огород. И теперь, вот видите, такой салатный, да, салатовый цвет такой, светло-зеленый. И теперь давайте приложим, вот чтобы было наглядно, давайте приложим нитки. Посмотрите, как они ярко, сочно смотрятся. Теперь прикладываем бисер. Бисер тоже выделяется, очень ярко смотрится. И вот такая тыква. Вот на мой взгляд, очень даже подходит. Но это куда лучше будет, чем на таком темном мрачном фоне. Не знаю. Мне хочется, вот знаете, золотая осень, когда еще зеленые есть листья, уже там желтые, красные появляются. На мой взгляд, это вот чисто огородный такой цвет. Сейчас вот так попробуем как-нибудь примастить, чтобы вам было хорошо видно. Вот так это будет смотреться. Во-первых, моя тканюшка найдет применение. Она будет использована, не просто будет лежать. Это во-первых. Во-вторых, мне не нужно будет ничего покупать, тратить деньги. То есть, все есть у меня дома. И в-третьих, эта работа не будет выглядеть вот так мрачно, как на этом фоне. Не знаю. На мой взгляд, очень мрачно. Съедается цвет ниток, съедается цвет бисера. Понятно, что для мрачной картины Хэллоуин это будет идеально. Но для моей работы, для такого процесса, который я задумываю, это яркая, сочная осень, сентябрь, такая вот красочная дача. Мне хочется, чтобы она так смотрелась радужно. Да, можно было попробовать бы голубую основу, можно было бы попробовать молочную. Но если мы с вами поближе посмотрим, поближе посмотрим цвета, какие используются. Кстати, я не художник, но у меня дочка училась в художественной школе. Вот здесь все-таки вот такие нитки теплые. Теплые тона. И зеленый он теплый тон. И здесь есть зеленые тоже. Вот зеленые нитки. Причем они ярче. Вот зеленый, желтый, оранжевый, мне кажется, очень хорошо сочетается. Если бы был голубой фон, голубой более холодный цвет, сюда подошел бы желтенький, песочный, цвет айвери. Ну, либо вот такой зелененький, светло-зелененький. Но поскольку другие цвета мне нужно покупать, я просто хочу использовать вот эту канву, которую мне подарила Наташа. Как раз вот такой небольшой кусочек идеально подходит. И здесь разводы разные. Вот здесь такие заломы, здесь такие заломы. Вот, кстати, я рассчитала вот здесь центр. Может быть, мне вот ближе к этому краю, потому что вот здесь получается вот такой залом. если мы посмотрим на рисунки, надо еще мне хорошо так посмотреть, на рисунки как раз-таки вот где-то вот здесь вот будут видны, будут видны на заднем фоне вот такие разводы. Ну, будет немножко так смотреться, может быть, как будто там кустики, деревья, тени, да, как тени могут смотреться. Хотя здесь вот тоже есть, здесь вот тоже есть залом. я уже пометила центр, но центр я вот отсюда помечала. Может быть, мне взять вот этот край, где вот такой идет сильный залом. Я люблю вышивать с правого нижнего угла, но поскольку здесь я разметку полностью делать не буду, я не знаю, как поведет себя канва. Хотя я размечала водорастворимым маркером, все было нормально. Не знаю, как канва себя поведет. буду вышивать от центра. То есть, прямо на схеме помечу центр и буду вышивать от центра. Ну, вот у меня должна получиться вот такая красота. Опишите, как на ваш взгляд, какая бы канва, цвет, какой основы сюда бы идеально подошел. Ну, понятно, что та, которая в наборе, тоже подошла бы. И молочная, понятно, что подошла бы. На какой бы вы основе вышивали данный наборчик. Я уже определилась, я буду на этой основе вышивать. Ну, а на какой бы вы вышивали? Немножечко так. Интересно ваше мнение послушать. Как вы, какой бы вы выбрали. Да, и вот еще я уже сказала, что на перфорированном картоне нужно очень аккуратно закреплять нити. Но их невозможно закрепить так, как вы закрепляете их на ткани. Это будут либо узелочки, либо с обратной стороны придется вот так заматывать нитку, либо на лицевой стороне крепить. нужно быть осторожной, не протыкать иголкой картон, чтобы он не слоился и в то же время нежелательно распарывать, потому что картон может порваться. Вот поэтому я люблю все-таки вышивать на пластиковых вот таких заготовках. И смотрите, здесь у меня все аккуратно получилось. Вот видите, монониткой, леской вышивала, причем вышивала по рисунку, и даже вот здесь вот между элементами нет протяжек. Видите, просвечивает, и протяжки эти было бы видно. Видите, как аккуратно у меня получилось вышить. Но на картоне у меня не везде получается так аккуратно вышить. Все-таки через эти большие дырки, небольшие протяжки, даже если буквально два крестика протяжка, это все видно. Поэтому, ну вот не знаю, непрактично. И обязательно нужно оформлять. Если на ткани какое-то время ваша работа может полежать, то на картоне нужно обязательно сразу оформлять. Иначе помнется картон, и все, вы потом как будете разглаживать. Ну, в общем, вот такая у меня работа. Не забывайте ставить лайки, пишите обязательно в комментариях свое мнение, что вы думаете по поводу замены основы. С вами была Инесса. Подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok